Около полторы тысячи заявлений поступило от пострадавших за полгода работы проекта «Полина». Это полицейская сеть противодействия домашнему насилию, которая внедрена пока в трех областях – Киевской, Одесской и Луганской. В группу быстрого реагирования входят полицейские, участковые следователи и представители ювенальной превенции. Инесса Занина знает, как работает новая система предупреждений и наказания за проявление жестокого обращения в семье. Муж-алкоголик – постоянные скандалы. Елена повторила судьбу своей мамы и сестры. Папа выпил, мы едем, и папа в машине что-то там против мамы, мы убегаем в поле, мы сидим, прячемся, папа бегает разъяренный. Мы его боялись, мы его называли наш зверь, но мы не понимали, почему между родителями такие отношения. Через много лет Елена поняла, модель поведения, покорность и нежелание сопротивляться домашнему насилию переняла у мамы. Сухая статистика свидетельствует в Украине 83% пострадавших от насилия в семье – женщины, 11 – мужчины и 6 – дети. Уже за 9 месяцев этого года у нас около 90 тысяч вызовов, связанных с насилием в семье по Украине. Но я предполагаю, что это лишь десятая часть, на самом деле лишь десятая часть жертв вызывает полицию в случае домашнего насилия. Расширить права полицейских и судей при задержании домашних насильников, а также обеспечить социальную защиту жертв, предусматривая Стамбульская конвенция. Украина пока не ратифицировала документ. Стамбульская конвенция обязывает местной власти предоставлять пострадавшим женщинам различные услуги, которые финансируются из местной казны. Мы готовы делиться европейским опытом, когда полицейские получают больше возможностей для выявления насилия в семье, а суды – инструменты для привлечения обидчиков к ответственности. Для быстрого реагирования на домашнее насилие в Украине до конца 2018 года полицейские мобильной группы «Полина» заработают во всех регионах, обещает Министерство внутренних дел. В программе подключаются Министерство здравоохранения и социальной защиты.